Если вдруг вы не справляетесь с предэкзаменационной тревогой, если вдруг предложенные техники и способы решения проблемы не помогают вам, то вы всегда можете обратиться за очной консультацией, за помощью и поддержкой к психотерапевту. До свидания и желаю вам здоровья. Я хочу сказать, что какие-то такие совсем экстренные решения, принятие решений, это, конечно, не постоянная практика детей, чтобы родители не ходили теперь и постоянно ожидали, что что-то случится очень трагичное. Это действительно происходит, но там должно быть сочетание факторов, и эмоциональных, и физиологических, и то, как в семье организована среда. То есть я бы всегда смотрела на ребенка, на семью очень комплексно. То есть вот такой подход, когда не брать только одного ребенка или только одну учебу и ее рассматривать. Всегда, даже когда происходит стресс на учебе, очень важно то, какие отношения с родителем, какие отношения в классе, с педагогом. То есть вот такой некий комплексный подход, не углубляться в одну точку, а именно попробовать расширить взгляд на ситуацию. Потому что так и бывает, что все хорошо, да все нормально, все нормально было, но что-то потом, трагедия случилась. То есть вот такой момент очень, мне кажется, важный. Вот на примере, опять же, моих подруг, у которых сейчас дети поступили учиться, я хочу сказать, что вот это ЕГЭ, это такой прям квест. Это сложно, это нервничает вся семья, не только ребенок. Очень большой порог вот этих баллов, чтобы поступить на бюджет. Это прям навязчивая идея какая-то превращается. И по факту потом, когда ребенок уже сдал этот высокий балл, оказывается, что этого все равно недостаточно, потому что только 4 бюджетных места. То есть это превращается в какую-то архисложную задачу. А потом, когда родители уже ее плюют, уже они согласны на все, они согласны на эту коммерцию за 3-4 дня или за 4 часа, как было в этом году в нашем мединституте, дополнительно выбрасывается 40 мест. Поэтому это вот какая-то даже лотерея. Или это у кого крепче нервы, или это надо разобраться в этой системе. То есть это все сложно, это все нагнетается. Поэтому надо как-то заранее подготовиться к тому, действительно вам нужны эти баллы, или вы все-таки готовы не идти на этот бюджет. Знаете, Инга, тут вот дело в том, что очень важно, чтобы была вот эта внутренняя устойчивость вообще ко всем любым видам стресса. То есть это один из видов стресса, это действительно трудный период, он сложный. Но опять-таки же, если к нему нет никакой готовности, если до этого отношения были несложены, не было контакта между родителем и ребенком, не было ощущения некой устойчивости и безопасности, что в целом в этом мире наша семья не пропадет, или наши члены семьи не справятся с этими трудностями. Вот если нет этой надежды, то очень тяжело. Эльвира, вот с точки зрения системной семейной терапии, как вы рассматриваете этот вопрос? Ну, обычно к нам, системным семейным терапевтам, приходит семья целиком, или 2-3 человека, и рассказывают какую-то проблему. Есть проблема, и есть разное видение этой проблемы. И мы, как правило, формируем какой-то общий запрос. Бывает, ребенок один запрос озвучивает, родители другой запрос, и бывает даже бабушки, дедушки приходят и пытаются договориться. И тут мы учитываем ценности семьи. Если в приоритете, в ценностях семьи стоит образование, то вся семья старается направить все усилия на то, чтобы были хорошие оценки или какие-то хорошие показатели по ЕГЭ. Но бывает так, что не все хотят, не все стремятся обучаться. И тут задача психолога донести, что ваш ребенок другой. Потому что часто приходят родители, которые, допустим, в какой-то области уже проявили себя. То есть они математики, а либо физики. А ребенок у них творческий. И они говорят, мы не можем себе представить его на сцене. А он у нас поет, танцует, и вот он учит стихи. То есть нужно принимать ребенка, видеть его сильные стороны. Нужно помочь, принять эту индивидуальность. Потому что мы все разные. Ожидать, что все пойдут по твоим стопам, невозможно. То есть, может быть, на самом деле тут какой-то ребенок имеет момент, идет в разрез вашим представлениям. То есть он тут революционер вашей системы. Он кардинально меняет направление. И ваша задача через этого ребенка принять вот эту разноплановость мира. Посмотри, что не только из математики состоит, но еще есть что-то другое. Есть творческая часть. И у меня был такой случай. Конкретно такой случай был. Такая семья приходила. И в конце концов, когда родители, и бабушки, и дедушки, в том числе, приняли индивидуальность такого ребенка, пришли к нему на концерт, сели в первый ряд и увидели, как он выступает, что у него главная роль, все овации, аплодисменты ему. И, наконец-таки, переглянувшись, они сказали, ну да, мы понимаем, он артист. Они приняли, да. То есть и мама облегченно вздохнула. Похоже, им важно было именно результаты. То есть, что он не просто занимается дело, которое по душе, а еще и достигает какого-то уровня. Ну да, тут как бы неоспоримый успех. Да, тут принять это уже, не принять невозможно. Это факт, ребенок состоялся. Такой другой вопрос, а когда придет время поступать, и что они скажут? Иди все-таки на артиста. Почему? Есть же прекрасные вузы, которые дают высшее образование именно для артистов, для творческих профессий. Правильно. Там хорошее образование. Да, это такой момент, что родители могут с высоты своего опыта, менталитета и всего говорить, ну какой. Хорошо, даже ты хороший артист, но это не профессия. А я вам хочу как раз вот сказать про то, что если бы они общались с людьми, которые, например, в этой профессии. У меня есть опыт взаимодействия с нашим колледжем культуры, и это невероятно высокий уровень образования. Это колледж. Но там люди высоко образованы. Они действительно, у них широкий кругозор, с ними есть о чем поговорить. У них поставленная речь, они прекрасно могут взаимодействовать с другими людьми. Они успешны. Да, они успешны. То есть наше противодействие именно творческой, именно индивидуальности ребенка бывает, что и губит ребенка. То есть он не пошел туда, куда ему следовало бы. Мы направили, а там, ну как вот средствия, вы же сами говорите, бросают институты. А еще вот момент того, что верить в то, что в любом деле можно достигнуть успеха. Даже будучи уборщиком, правда, можно дойти до того уровня, что открыть свою клининговую компанию и зарабатывать огромные, колоссальные деньги, потому что это сейчас настолько стало популярно. Поэтому здесь не чувствовать каких-то ограничений, наверное, стоить, что даже если ты не получишь там тоже образование, может быть, у тебя есть какая-то внутренняя смекалка способностей. И коммерческая жилка. Да, может быть, ты притягиваешь людей каких-то таких, которые тоже очень предприимчивые, активные, и они с тобой вот это дело пойдут делать. То есть видеть вот эти сильные стороны и на них делать упор, мне кажется, очень важно. Да, так и есть. Потому что если мы будем все время развивать наши слабые стороны, мы упустим наши сильные стороны. Согласна. Об этом говорить, да, наверное, позитивная психотерапия. Ну и в том числе, да. Упор на сильные стороны. А вот когда развивать слабые тоже нужно, чтобы не быть каким-то. А вот ребенок, когда я не знаю, чего я хочу, а я не знаю. Надо тогда показывать, что есть. Как? Ходить на экскурсии, в разные места. Вот когда говорит, я не знаю, чего я хочу, это значит, до этого он 150 раз сказал, что он знает, хочет, а ему сказали, не лезь, это не то, это фигня, это мелочи, это не важно. Вот тут момент, что попробовать откатить назад и вспомнить, что он когда-то тогда говорил. Скажи, пожалуйста, что у тебя в твоей реализации, твои хобби или твои какие-то направления, что кроме школы тебе интересно? Ну, я начала вязать крючком и в дальнейшем я планирую открыть свой магазин. Вот это да. Ты веришь в это? А родители верят в это? Ну, она смеется. Смеется. Подожди, магазин. Я так сказала уже, я прошу ей связать мне тунику на пляже. Говорю, мне надо. Она говорит, подожди, у меня очередь. Уже очередь из заказов. Настя, поздравляю. А то, куда ты поступаешь, оно как-то связано с этим? Это тебе поможет образование? Или ты что-нибудь решила? Я еще не знаю, куда поступаю, но, наверное, это что-то связано с иностранными языками. У меня одна дуда. И она хорошо работает. Я все туда. Не, ну, мне действительно это нравится. Это не так, что мама сказала, поступай там, учи английский. Я его учу. Вот я начала учить турецкий вчера. Ничего себе. Это да, здорово. Значит, у тебя, видимо, к этому тоже способности. Ну, и не всегда же человек должен быть как-то узконаправленный специалист. Он же может быть разносторонним и по-разному. Нет, ну, начнем, мы начали со спорта. Да, вот я занималась 9 лет художественной гимнастикой профессионально. И как бы у меня мои увлечения этим и заканчивались. Я ничем другим, ну, особо не занималась, кроме гимнастики. Это была моя такая вот особая, особое мое место. Ну, это, наверное, спорт просто для жизни, Ну, ты, наверное, там тоже какие-то результаты, какие-то результаты высокие же достигли. Да, у меня есть звание кандидата в мастера спорта. Ух ты. Вот. Но сейчас мне это никак не помогает в дальнейшем. Ну, вот тоже вопрос, помогает ли она в дальнейшем? Ну, сейчас тебе дают какую-то дисциплину. Зато я, да. Мне кажется, я из-за спорта стала какой-то дисциплинированной. Я много где побывала на соревнованиях без мамы. И то есть как-то Самостоятельность. Научилась самостоятельности какой-то. Конечно. Опять же, осанка, да, здоровье тела. Ну, осанка, я не знаю. Здоровое тело тоже это спорный вопрос. Вот, потому что физкультура лечит, а спорт калечен. Ну, зато это правда, действительно, вот волевая сфера развивается очень ненавязчиво. То есть ты, как будто тебя и не тренировали быть дисциплинированной, самостоятельной, но при этом оно вот в среде такой организованной очень даже хорошо развилось. Ты говоришь о том, что у тебя есть некая целеустремленность. Это же тоже спорт дает, когда нужно достигать и двигаться к результату. Тоже опыт полезный. Ну, то есть, я тоже, наверное, хочу сказать про то, что очень важно, чтобы не было какого-то очень узкого взгляда. Если это будет только школа в жизни человека, вот тогда ему будет очень сложно, если там вдруг что-то не получится. А если есть у меня опыт спорта, опыт творчества, опыт еще чего-то, еще чего-то, то это как дополнительные такие подпорки, которые держат самооценку. Сейчас мы с вами хотим поговорить о выборе профессии. Как мы выбираем? Родители помогают либо самостоятельно? И какой итог? Сдали экзамены, и дальше что? То есть, мы выбираем ВУЗ и предполагаем, что мы будем как-то работать, где-то зарабатывать. А бывает так, что хобби становится профессией и приносит какую-то монетизацию. О том, как наше хобби влияет на счастье, смотрите в этом видео. «Пять хобби для счастья». И давайте поговорим на эту тему. Как все-таки мы выбираем профессию? Нам кто-то советует, либо мы сами приходим к какому-то выводу? Вообще, очень интересный вопрос, сколько факторов влияет на отдаленное такое решение и как к нему люди идут. Мне кажется, этот путь очень тернистый и он предполагает много чего попробовать. И вот как раз через попробовать можно прийти к тому, что интересно. А хобби как раз очень доступный, легкий способ, чтобы что-то ощутить. Вот, например, у меня было хобби-фотография. Я в детстве фотографировала, всегда даже в школу ходила с фотоаппаратом. Раньше не было мобильных телефонов. И таким образом я просто фотографировала, это было мое хобби, родители его поддерживали, видели, что мне это нравится и финансировали его. И, естественно, когда я приносила в школу фотографии, тогда это было редкостью, да, и мы даже сделали свою стенгазету. Это очень нравилось, это очень стимулировало. Я понимала, что я молодец, и это очень круто, и это всем нравится. И уже после того, как я закончила институт, еще во время обучения я также фотографировала, и это хобби приносило мне какой-то доход. То есть иногда хобби, когда ты очень сильно любишь то, что ты делаешь, оно в любом случае принесет монетизацию. То есть сначала ты чем-то впечатляешься, а потом оно приносит тебе доход. То есть то, что понравилось тебе, однозначно понравится и другим людям. А как родителю вообще понять, что это есть в современном мире, потому что некоторые профессии, там, см-щик, еще какие-то, кодировщик, для родителей некоторых это звучит, ну, вообще непонятно. непонятно. Как согласовать с ребенком этот вопрос? Информация придет через вашего ребенка. Она скажет, я где-то видела, и я знаю, что у кого-то, допустим, сестра или брат работает системным администратором, или пишет какие-то программы, как это, где это, я хочу тоже научиться, потому что вижу, что это интересно, это приносит какой-то доход. То есть вы в любом случае узнаете это от молодежи. Если мы не знаем какие-то новые профессии, они приходят в этот мир, и мы откуда-то это узнаем. Мне кажется, есть еще профессии, которые даже не появились, но к ним уже как-то готовится человек. И вот как раз-таки определенные навыки, которые метапредметные, или которые находятся в поле всех других профессий, нам помогут в них быть успешными. Например, в любой профессии будет полезно уметь договариваться. Даже если мы берем какую-то историю с техникой, но люди создают эту технику, и с ними нужно будет договариваться. В любой профессии будет важно чувствовать себя устойчиво, представлять себя самопрезентацией, быть как-то устойчивым, справляться с стрессами, трудностями, нагрузками, ставить себе цели. И вот можно готовиться к этому, к тому, чтобы быть успешным человеком в какой-то профессии, неважно в какой, и не давать такой настрой, что только эта профессия будет успешна через 20 лет. То есть тут говорится о том, что мнение психологов таково, что нужно больше уделять внимание личностным качествам. Стрессоустойчивость, решительность, целеустремленность, какую-то ответственность, то есть какие-то качества личности, которые помогут во всех профессиях. А то, где загорелся ребенок, нужно поддерживать его интерес. Пускай даже эта профессия сейчас нам непонятна, и как она будет работать в будущем, тоже неизвестно. Но раз есть такое влияние времени, можно просто рассматривать, раньше были экскурсии на разные предприятия, сейчас, наверное, этого нет, но, по крайней мере, чем больше вы покажете своему ребенку, что есть такие профессии, такие, такие, и будет больше картинка сформирована в голове ребенка, и понимать, ребенок будет, что у него есть выбор, и вы в любом случае будете этот выбор поддерживать. Мне кажется, еще вот как с примером у Эльвиры, что вот фотография, явно сейчас вы не так часто фотографируете, или это не является там вашей основной профессией, но при этом, как и вязание крючком, это дает ощущение стойкости, ощущение, что я в пределе, что-то умею, преодолеваю трудности, что в целом, если что, случись, а я могу связать плед, да, или там, если что, я могу пойти фотографировать, там, перееду в другую страну, не буду знать языка, но вот людей буду фотографировать и фотографиям выдавать. Но главное не останавливать, не говорить, что ой, все, это не будет твоей профессией, пускай она вяжет, пускай она учится, может быть, у нее это и пройдет, то есть она навяжет какое-то количество вещей и скажет, ну мне это уже не нравится, я уже присытилась этим и пойдет дальше. То есть любое увлечение, оно для чего-то, оно стимулирует нас, то есть у нас происходит такой выброс энергии на что-то интересное. Мы всегда действуем в своих интересах, мы всегда хотим быть там, где неизвестное, новое, необычное, интересное. Мы не можем пойти туда, где неинтересно, это будет крайне сложно. И в конце концов, мы это бросим. А что тебе интересно? Многое. Например, вязание мне интересно. Ну, наверное, еще, ну я не только вязала, я еще и плела из бисера, например. Ну это что-то такое, вот прикладное. Вот. Когда была маленькая, из маленьких резинок тоже было актуально, и родители мне заказали очень много этих резинок, они были по всему дому, то есть меня всегда поддерживают вот эти хобби, то есть папа идет на кухню, такой, откуда тут резиночки? Это мое хобби, да? Да, я говорю, мое. Ну, на самом деле, вот такие мелкая моторика, это же еще и тоже залог от стресса, что когда можно успокоиться, вяжешь, и все, все тревоги связал. Что-то медленное, монотонное, да, вот раньше на Руси, почему садились, да, женщины все вместе лепили пельмени, как будто бы успокаивались, и было состояние такой общности. Сейчас этого уже нет, и ребенок выбирает что-то сам, плетение макраме, возможно, рисование, чтение, наверняка ты любишь читать. Ну да. Ну просто сейчас я читаю литературу по школьной программе в основном. Потому что ее и так очень много. Уже на какой-то свой интерес время нужно выкрыть, это не так просто. Ну конечно. И вот эти все многочисленные увлечения, интересы, хобби, они как раз и дают возможность человеку сформироваться, выбрать для себя, что да-да-да, мне нравилось вязать, но я как представлю, три часа к ряду, а вот выхлоп такой, то может быть в итоге как раз таки это будет от чего-то давать оттолкнуться и двигаться куда-то. Сейчас мы хотим дать слово нашему специалисту, специалисту, который делает осознанно, помогает выбрать профессию осознанно, Марине Пискаревой-Ларюшиной. Стоит ли вступать в коммуникацию между учителем и моим ребенком-подростком, если возникли напряженные отношения? Отвечу я, Марина Пискарева, тренер по осознанному выбору профессий, даю возможность выбрать профессию по душе, стать востребованным, а родителям поверить в будущее своих детей. Помимо этого, я ищу и мама двоих подростков, и у меня есть профессиональная точка зрения на этот вопрос. Я свято верю, что в этом возрасте наша задача помочь стать нашим детям взрослыми и самостоятельными. Поэтому мы можем доверить этот контакт, диалог, если, главное, у ребенка есть ресурс. Вы видите, что он готов вступить в контакт, у него есть своя позиция, он знает, что он предпринят, и это будет конструктивный диалог. Не важно, придет ли он к какому-то правильному решению, его нет. Самое главное, он получит опыт и решение какой-то задачи. И дальше вы, как родитель, позволите ему его отрефлексировать. Задайте ему вопросы. Что ты планируешь предпринять? Что ты чувствуешь по этому поводу? Какие действия ты мог бы сделать? Что сказать учителю? К чему это приведет? Тебе нужна моя в этом помощь? Что тебе поможет справиться с этой ситуацией? Благодаря таким рефлексирующим вопросам вы поможете ребенку осознать ситуацию, понять его ресурсы. Он сам скажет, ты мне нужна или нет? Это будет гораздо важнее. чем решить за него. Определить будет делать так, я пойду защищу тебя. Наша задача помочь выстроить такие отношения на равных, помочь ребенку и быть такой позицией наставника. Отвечая на второй вопрос, а как я, как родитель, могу помочь моему ребенку, если он задает ОГ и ЕГЭ? То, наверное, будем исходить из следующей гипотезы. В чем сложность, главная сложность ребенка? Во-первых, в том, что существует огромное количество стресса. И этот стресс, он формируется, как правило, и из школы, и второй, из домашней среды. Поэтому для себя ответьте на вопрос, если вы сами испытываете тревогу по отношению к экзаменам, которые сдает ваш ребенок. О чем эта тревога? Задайте себе этот вопрос. Первое, он не справится, у него не получится, да? А как я, как родитель, могу помочь ему, чтобы у него получилось? Нашими иногда бессмысленными вопросами, которые только нагревают и подогревают вот эту неуверенность и тревожность, мы только иногда губим ситуацию. Поэтому выдохните, все отлично, верьте в своих детей. Это самое главное, что мы, как родители, можем сделать. И посмотрите на ситуацию объективно. А есть ли конкретные факты, которые говорят о том, что у ребенка не получится? Перепроверьте это, сдайте пробник. Какие там результаты? Есть ли настоящее основание для переживания? Если есть, тогда подумайте, как их решить? Есть ли репетитор? Есть ли какие-то дополнительные задания или какие-то другие способы, которые помогут справиться с этой ситуацией? Действуйте предметно, конкретно, без лишних ненужных эмоций. Это будет самая главная поддержка в наших ребенка. Я в тебя верю. У тебя все получится. У тебя все есть для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вторая история. Очень частая. Почему у ребят очень часто не получается сдавать какие-то экзамены? Потому что они не хотят их сдавать. Они выбирают наиболее то, что сдают все очень часто. и тогда выбрать предметы, по которым я захочу дальше развиваться, потому что они мне нравятся. Это является самой главной идеей. Когда у меня есть цель, например, в виде профессии, в виде образа будущего, к которому я хочу стремиться, у меня появляется естественное желание, внутренняя мотивация готовиться, стараться идти вперед и достигать этой цели. И тогда достижение этой цели будет наполнено смыслом радостных вдохновенных эмоций. И вы тем самым поможете ребенку прийти и к самому результату, к промежуточному, но увидите конечную цель. Осознанный выбор профессии в этом будет очень хорошей поддержкой и вам, как для родителя, потому что вы увидите, как ребенок ваш вдохновится, но и для самого ребенка, потому что он увидит в этом смысл. как выбирать профессию? Всегда опирайтесь на два главных фактора. Что я хочу делать и что я могу делать? Два основных фактора, которые в итоге будут вдохновлять вашего ребенка и наполнять его жизнь счастьем, осмысленностью, и он будет приносить результат. Результат это то, за что нам платят деньги. Поэтому два главных фактора. Помогите своим детям их осознать. Для того, чтобы понять, что нравится ребенку делать, наблюдайте за ним и помогайте в том числе рефлексировать вместе с ним. Находите те моменты, которые он готов делать до бесконечности, он не может остановиться. О чем это? Задавайте ему вопросы. Что ты сейчас делаешь? Почему тебя это вдохновляет? Что именно тебя вдохновляет? мы зачастую не задумываемся об таких простых вещах. Пусть ваш ребенок рефлексирует, а вы слушаете его, потому что мы очень часто не знаем наших детей. Второе наблюдайте, что ребенку получается делать, потому что нравится и получается. Это разные вещи. И третье очень важное задавайте ему вопрос это твое желание или желание окружающих твоих друзей и знакомых. это тенденция из телевизора или какая-то другая история. Потому что истинное наше счастливое будущее, которым не хочется идти, это мое будущее, это мое сердце, это мой выбор. Удачи вам! Спасибо всем, кто смотрел наше сегодняшнее видео. С вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог, а также наши гости Александра Прус, тоже психолог. Наши гости мама и дочка Инга и ее дочка прекрасная Анастасия, а также благодарю всех специалистов, которые давали комментарии к этому видео. Мы очень рады вашему вниманию. Если у вас есть желание, чтобы мы разобрали ваш случай со специалистами, пожалуйста, пишите нам, мы обязательно с вами свяжемся. Спасибо за внимание и всего доброго! Всем до свидания!